так ладно небольшой перерыв окончен и давайте продолжим привет алистер привет ребят всем кто тут подошел и так дальше займемся тем что пообщаемся со всеми по монастырю прогуливаясь а потом уже пойдем на следующее сюжетное задание я как обычно там 6 заданий фарма сделаю не стрима так что после этого по сути дальше будет сюжет ну чтож начнем с хаппи вижу она ближайшие как будто не было похоже что в империи были свои трудности если эти страшные люди действительно были с ними связаны и проникли внутрь рано или поздно действительно очень много чего видно из-за этого столько грязных вещей гатти отворила это она про эдельгард но однако похоже что это война была стоп неужели то бабушка нет ничего просто я кое-что тут вспомнила и мне стало интересно подумать об этом и что же она вспомнила бабулю которая похитила я понимаю что подобное так констанция если существует какая-то угроза для фодры это означает что существует какая-то угроза и для моей мечты мы не можем позволить таким ублюдкам просто делать что им захочется в дальнейшем тебе что разве не страшно они тебя не пугают а мы сможем победить одолеть их давайте первое страх не неважно боюсь я или нет это то что нужно сделать несмотря ни на что и помимо прочего в темноте тебе страшно потому что ты там ничего не видишь но теперь когда ты видишь в темноте пришло время выиграть интересное сравнение констанция так идем дальше здорова мне тут сообщение для тебя от кое-кого кто уже мертв не ями не умеет моно тайкова сакто с единственная причина по которой императрица схватив архиепископа не убила ее это для того чтобы она смогла В конечном итоге принять контрмеры против некой тьмы. А вот это уже интересно. Вот насколько они страшные на самом деле. И на самом деле те люди хотели взять архиепископа в Шамбулу с собой. Так, окей. Вот такого я не ожидал. Те, что скрываются во тьме, да? Как я понимаю, ты также хотел бы им отомстить за то, что они отняли твоего близкого человека. Первый вариант. Само собой, конечно. Это не так. Или, да. Это не так, это не то, что я хочу. Ааа... Я, как раз, хотелось бы немного двигаться в тьме, на самом деле. Ну, знаешь, с моей стороны я был бы не удивлен, если бы тобою хоть чуть-чуть, но двигали эмоции в данный момент. Ну, вот. Ну, несмотря на то, ради чего Все-таки будет эта битва Конечно, в итоге, как и понимаю Ты уже смог пережить Потерю своего близкого человека Эта битва Будет очень важной Или, точнее, эта битва станет переломным моментом В истории Фодры Поэтому давайте победим в нее, учитель Да победим, победим, куда денемся Я думал Что все кончится После того, как мы одолим империю Однако, в итоге, ты говоришь Что хочешь ударить по какой-то таинственной организации Что скрывается во тьме Так, даже Я бы хотел, чтобы даже сам Хольст присоединился к этому делу Однако, как я понимаю У него там Кое-какие Переговоры с пальмирцами Но как бы то ни было Вам стоит действительно приготовиться как следует Перед тем, как выступать против тех, что скользят во тьме Не факт, что Шамбала Это единственная их база Если у него, когда он был умер То есть, что он не может быть Он не может быть Если территория Альянса Подтвергнется нападениям Во время вашего отсутствия То особо других генералов-то тут не осталось Которые могли бы возглавлять армию И дать бой врагам Окей Учитель, хорошо постарались Сегодня здесь ничего необычного Докладывать не о чем Я слышал, что вы Смогли захватить имперскую столицу Однако война Все еще не закончилась Надеюсь, что вы вернетесь целым и невредимым И после следующего сражения Я буду болеть за вас За кулисами, так сказать Спасибо тебе Как же выпивка хорошо заходит Когда празднуешь падение империи Думаю, мне не стоит скрывать уже то, что Мой далекий-далекий предок Был предком самого короля Флордарюса Лунар, ты про что? А, про звуки этого Война Что издает Он выпил Однако королевства Уже нету Однако королевства Больше нету Но и империи Империя тоже Наконец-то пала Как я понимаю Вы сейчас уже чувствуете Какое-то облегчение Не так ли? Так, ну все С бездной разобрались Идем дальше Так, прикинь На переулке Как-то так заговорит Такой человек Да Действительно Это было бы крипово Интересная тут парочка Все-таки Даже несмотря на то, что война Закончена Люди Все еще являются Существами Которые должны Сражаться Для того, чтобы выжить Я не знаю, как долго Это еще продлится Однако, когда настанет День следующей Следующего Сражения Знаете Я буду там Но тем не менее Первый вариант Второй Может быть Может быть Так и будет Действительно Действительно Я верю Я в это верю Я в это верю Я в это верю Кабан, наконец-то, почувствовал какую-то награду после того, как мы одолели Империю. Ильин смог почувствовать какой-то спокойствие на небесах после того, как мы одолели Империю. Все-таки получил награду. Странно звучит, учитывая, что его нету больше. Я слышал, что за кулисами Империи стояла какая-то загадочная организация или что-то в этом духе. До тех пор, пока мы не разберемся с ними, Дмитрий. Не сможет упокоиться с миром. Ну, Лунар, как ты видишь, Феликс, да, пару слов сказал. Так, ну идем дальше. Да, давайте сначала сюда, потом вниз, там, Бернадетта, все дела. Леони. Следующий партнер, может быть, не может быть, как Моника. Это тоже не может быть... Эти враги... Эти враги, с которыми мы будем сражаться дальше Это товарищи Моники Которая убила наставника В этот раз я смогу отомстить за наставника достойным образом Я не упущу этот шанс И не дам им убежать Тебе разве не страшно? А сможем ли мы победить второй вариант? Первый Да у меня прямо сфербит в одном месте Как сильно я хочу Принуться в бой уже Ради этой мести я и тренировалась Понятно Месть Месть ничего хорошего не приносит Что? Ну... Ага... что у бернадетта со смертью эдельгард сан неужели наконец-то фодрина станет мир но это бы было бы здорово мой отец который которого сняли или которому пришлось уйти с поста главы нашей семьи его освободили из заключения где его держали и теперь он снова возглавляет дом варлеев он вернулся пожалуйста сделайте что-нибудь с этим я не могу так вернуться домой у понятно сделаем ее знаю своей служанкой что таком случае как насчет изгнать его хорошее предложение мы можем снова арестовать его и закрыть во это именно то что нужно я бы хотел бы попросить клода сана пожалуйста чтобы он это устроил или вы учитель не концентрат там есть концовка с ней можешь найти ролик посмотреть ну как она правда как бы вышла замуж за другого человека там из-за ггг но там говорилось про это в одной из концовок выкисток куда я пошел пропустил аннет что у нее наконец-то война закончена мы все столько всего потеряли и принесли столько жертв ну на кота ну на кота ну а ну и ну и ну и сэнсэй а я к и маше шамбал мы должны действительно положить концу всему этому дабы в дальнейшем не повторилось поэтому учитель давайте поспешим и разберемся шамбал и потому что если мы не одолеем и их скорее всего очень скоро вновь вспыхнет какая-нибудь война она все равно вспыхнет если учитывая что еще граница откроется рано или поздно но это уже другая история я думала что по тени имперской столицы получит конец войне раз и навсегда но я была слишком наивна я должна написать семье и сказать им что я еще не возвращаюсь домой так куда бы дальше податься погнали вверх там возле столовой ну рафаэль вставай ешь тренируйся вставай ешь тренируйся ешь тренируйся ешь тренируйся ешь и потом иди снова спать что-то не так вставай вставай луну уделяю как бы готовиться к нападению Ежедневная рутина для меня Ничуть не изменилась Ну, это хорошо Разве нет ничего, что ты можешь еще сделать? Давайте первый И будем его грузить Так что, сначала Меси, да? Я столько ем и тренируюсь Ради Фодры Так что Дабы сохранять силу Нужно пойти еще съесть что-нибудь Да, хорошее оправдание Так Даратейн Эдель-чанка Тотан Тенахир Кайси Думея Киода Ни сирию Кизак Тачи Так, сразу после того, как Эдельгард пала Члены Члены Я не могу понять, кто именно вернулся Сразу после того, как Эдельгард пала Дворяне, как я понимаю, империи Попытались Или пытаются Так сказать Примкнуть к Альянсу И к церкви Они действительно заботятся только о себе Не так ли? Да Но по сравнению с этим Однако не стоит забывать про графа Берглица Которым был министром военных дел В обмен на свою жизнь Он попросил милостыни Для Всех своих Генералов и солдат Когда я услышал эту историю Это меня тронуло До слез Вы же знаете, что Он является отцом Каспара Я даже не могу себе представить, что чувствует Каспар Ничего себе Вот опять интересные подробности Что там случилось с некоторыми персонажами, которые Где-то на заднем плане Империя была уничтожена Королевство Также было уничтожено И Рею Санмы Смогли спасти Наконец-то причин, дабы оставаться в Фодоре Для меня Больше нет Пожалуйста, побудь с нами еще немного Пора прощаться Да Само собой Я буду с вами До самого конца Интересно, что Каспар скажет Скоро узнаем Так Пойдем вниз Потом поднимемся вверх Сделаем круг Ох Жена Ум Вы Вы сделали это, не так ли? Смогли одолеть империю и спасти Реюсама. Я верю, что капитан гордится тобой. Само собой, я тоже горжусь вами. Давай не спешить с этим. У нас все еще есть враги, с которыми мы должны сразиться. Да, верно. Эх, простите, простите. Виноват. Если мы будем сражать, то мы будем сражаться. Теперь мы будем сражаться. Мы будем сражаться. Мы будем сражаться, что капитана. Дальше Это следующие враги, которые мы должны одолеть Наши истинные враги Но не важно Насколько грозный у нас враг Потому что мы Обязательно их одолеем Так Дальше О, что здесь происходит? Загадочная Организация, что угрожает Будущему Фодро Само собой Мы не можем их просто так оставить По сравнению с этим Борьба за власть внутри Альянса Кажется просто тривиальным делом А тебе не страшно? Думаешь, мы сможем победить? Я вижу реально одинаковый вариант У третьего персонажа То, что не страшно ли ему Действительно мы сможем победить Ну, возьму первый Сейчас не время И не та ситуация Дабы испытывать страх Потому что Кроме как победить их Другого варианта выжить нету Надеюсь, я смогу Убить их лидера Своими собственными руками Тогда я стану Героем Среди героев Бугага Как говорится Мечтать не вредно Так, идем дальше Да, вы действительно это сделали, учитель Никогда бы не подумал, что Вы действительно на самом деле сможете Свергнуть империю Я думал, что наконец-то война закончена Но, как я слышал Остались еще какие-то враги Это правда? Я надеюсь, что эта война Все-таки Как можно скорее уже Точно закончится И мы сможем построить Процветающую Страну На территории Фодры После падения Имперской столицы И захвата западной части Фодры Военный губернатор Граф Губернатор Точнее, нет Военный лорд Или лорд По военным делам Граф Бергли Сдался С этими званиями Так сложно Местами Незадолго до этого Он Исчез Из дворца Герцогини Корнели Из герцогства Фергуса Наверное, он почувствовал Опасность того, что Все старые Лорды империи Восстанут снова Господи, да сколько тут народу Куда вы все взялись? И вообще, кто эти люди? Ладно Даже несмотря на то, что мы Смогли Наконец-то Одолеть империю У нас сейчас нет времени Выпивать Во имя победы Нам нужно готовиться К следующему Сражению Целый месяц Нет у них времени Хотя, стоп Они, наверное Будут праздновать там Не знаю Три месяца Ну не то, что Для нас это сюрприз Так как мы все время Подозревали, что есть кто-то Кто стоит за кулисами Империи Сейчас у нас возможность Быть на шаг впереди Их Благодаря К Кюберту Семя прочего, я действительно рад, что Рею-сан Мы смогли еще спасти Потому что Все еще есть вопросы Которые я Собираюсь И задать Кто бы хотел Нанести Визит Прямо сейчас Или же Сейчас нам стоит Дать ей отдохнуть Че скажете А пусть отдыхает Первая Не, не, не Если вы В следующем Собираем Сейчас Собираем Нет Если мы хотим Чтобы она Действительно Составила нам Компанию В следующей битве Лучше ей сейчас Дать тихо И спокойно Отдохнуть И восстановиться Но Рея-сан Только Рея-сан Другие Рея-сан Не надо Собираем 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 Рея-сан Идинственная Кто будет Отдыхать Всем остальным Нужно Готовиться К предстоящему Сражению Вы смогли Одолеть Имперскую Армию Я до сих пор Не могу Это поверить Но Все еще Остались Какие-то Враги Не так ли Я не особо Понимаю Но Удачи вам Ну че Ребят А вот и он Лучший персонаж Учитель Хорошо Постарались Сегодня Никаких Проблем Ни о чем Докладывать Не могу Не могу Поверить Что вы Действительно Смогли Разгромить Имперскую Столицу Вы Ребят Просто Потрясающие Текки Я думал Я думал Что Наконец-то Наступит мир Но Все не так Я ошибался Да Я ошибался Так Ладно Ну Во-первых У нее Диалоги Одинаковые Как и Квест Один и тот же По сбору Всякой Всяких Ценностей Из врагов Так Дальше Надо пойти Починить Оружие Ну Это Нечем Чинить Вот На фарм Задание Который Потом Пойду Внестрим Постараюсь Выбрать Задание Где Дадут Руду Дабы Починить Героическое Оружие И так Далее Лунар Никто Ничего Не видел Я Ничего Не брал Так Так Ничего По сути Все Лунар Ну Ну Так Все Вот Там Тоже Что-то Остается Что У нас Тут Ну Осталось Не так Что И Много Как бы Помимо Монастыря Снаружи У нас Еще Третий Итаж И второй Итаж Это Фигня Ну Вперед Посмотрим Что скажут Остальные Где Каспар Кстати Вот он Он Собор Неужели Молится Там За отца Что-ли Эх Мариана С Лушадями Тусят Я думала Что война Закончится Когда мы Одолеем Эдельгард Но Я ошибалась Я не хочу Оказаться Бесчувственной Но я Все равно Чувствую Небольшое Облегчение Нормально Все Однако Когда война Закончится Чем я Должна Заниматься Куда Мне Податься У меня Еще нет Ответа На этот Вопрос Ну Я бы Взял Тебя В жены Но У меня Уже Есть Констанция Так что В другой Жизни Однако Давайте Положим Всему Конец После Следующего Боя Если Мы Этого Не Сделаем То Не Сможем Двигаться Дальше Не Так Ли Ну Лунар Тест Ну Слушай Насчет Королевства Но Они Были Под Руководством Корнели Они Королевство Стало Герцог Ну И Потом Вот Насколько Мы Знаем Когда Мы Пошли На Империю Королевстве Восстание Старых Лордов Получилось И Как я Понимаю Они Завалили Эту Корнелю И Вот Что Дальше Будет Это Уже Хороший Вопрос Я Я Так и знал Что Рея Сама Цела И Небредима Вы Все Хорошо Постарались Дабы Вернутие Это Позволит Нам Верующим Действительно Вздохнуть С облегчением Теперь Большое вам Спасибо Правда От души Что Битва Еще Не Окончена Нет Сюрприз Слушайте Учитель Следующие Враги Против которых Мы будем Сражаться Это Ведь Не будут Обычные Люди Такие Как Мы Они В конце Концов Те Люди Которые Обрушили Так Легко Раним Тот Столб Сета Обычные Люди Не смогли Бы Ничего Подобного Сделать Так Я Не Я Не Я Я Я Я Я Я Я Я Где От Коррор Я не из тех людей Которые Пугаются Но это Все равно Довольно Джутко Даже Для меня Ничего Загадочная организация, живущая в темных уголках Фодры. Я не верю в нечто подобное, но в данной ситуации у меня нет иного выбора, как действительно поверить. Субтитры создавал DimaTorzok Так что-то я не понимаю, о чем он именно. Благодаря находкам мы знаем, что они смогли проникнуть даже в самые глубокие места Империи. Однако с момента падения Энбера они пропали. Я думаю, что дядя Эдельгард, лорд Ранделл или Рунделл, тоже довольно подозрительный. А вы что думаете? Кстати, да? А где он? Да, на самом деле тут реально еще на несколько глав, по идее, контента. Так. Так. Мы все знаем легенду о Немезисе, который нам рассказывали, и которым был королем-освободителем. А также мы узнали про Немезисе, вора, о котором нам рассказала Рея сама. И они оказались совершенно разными личностями. И они оказались совершенно разными людьми на самом деле, эти две личности. Я уже действительно не понимаю, что правда, а что нет. Да. Так же, история-то подобная история. Какая-то была история-то. однако однако такова история и с ней такое нередко бывает то чтобы истории говорят одно типа на самом деле другое интересно как данную войну будут раз как про данную войну будут рассказывать будущим поколениям я слышал что я сама вернулась но почему она никак не показывается перед нами а она сейчас восстанавливается приходит себя из того что было заключение на протяжении долгого времени я буду молиться за то чтобы как можно быстрее рея сама пришла в здравие но вечер наступил уже мы наконец-то смогли вернуть тирею сама из из рук империи мы наконец-то смогли осуществить свою давнюю мечту тем самым сейчас рея сама нужно отдохнуть и восстановить свои силы но ну лунар кстати да он тоже что-то потерялся дедуэ сан видел как эдельгард была убита и потом просто ушел о ребят наконец-то мы нашли информацию про дедуэ с он выглядел лула так как будто смог вздохнуть с облегчением но в то же время он выглядел да он выглядел так как будто наконец-то смог вздохнуть с облегчением из-за того что его давняя мечта наконец-то исполнилась но в то же время он выглядел одиноким я не знаю куда он направился однако скорее всего он вернулся свой родной дускур ну все все таки не зря мы его спасли он тут не умер он пошел дускур вот больше ничего не надо хотя бы две-три реплики чтобы понять что с ним там случилось и не зря ли мы старались его спасти не зря это глобально ни на что не влияет но но все равно я рад хотя бы этому нога лунар так что до беготня тут по монастырю он все-таки важно если хочешь узнать все подробности даже которые не имеют большого значения но у лунара клуба неплохо если бы он еще появился так линхард так линхард я думал с по мере продвижения истории некоторые вещи уничтожаются забывается навсегда однако внезапно под был поднят новый вопрос я предполагал что нечто подобное может случиться но те что скользят во тьме действительно является угрозой для нас все закончится ранее ураби токио а то и ума тяжелая фраза это по сути что-то типа метафоры я понимаю но все вот ума на что вы знаете а а Так, насчет предыдущей фразы. Что-то типа... Когда что-то подходит к концу, что-то новое... Нет. Даже если что-то заканчивается, быстро на его место становится что-то другое. И следующая фраза. Я только что сказал это, как будто это какое-то пророчество. Это очень не характерно с моей стороны так говорить, да? Да, Линкард. Ты ввел меня в ступор только что чуть-чуть. Что не часто случается. Так, Лунар. Святое место пусть не бывает. Окей. Так, ладно, продолжим. Вы смогли спасти Рею-сама. Однако выражение лица Сетоса-сама все еще осталось мрачным. Рея-сама. 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 Всё сумед cabine. Всеекта. Рея-самама. Лебеди. Слаба. Но я рада, что с ней хотя бы всё в порядке. Все видим. И сейчас я молюсь, чтобы она как можно быстрее пришла в себя, восстановилась полностью, восстановила все силы. Богиня, пожалуйста, защити Реюсама. Так, и Каспар. Ну, давайте узнаем, что он скажет. Отец, он мертв. Не, все в порядке. Я был готов к этому с того момента, как пришел сюда. В конце концов, он был генералом имперской армии. Помимо прочего, он отдал свою голову в обмен на сохранение жизни солдат и генералов других... солдат и других подчиненных его из империи. Не так ли? Ох, ничего себе выражение у Каспара. Со-су-е-ка. Типа он... Срань как сильный. Или даже, не знаю... Он чертовски силен. Не так ли? Учитывая его поступок. И я противостоял отцу все это время, сражаясь с вами бок о бок. И я буду и дальше сражаться с вами, учитель. Рядом и Клодом. Но... Смогу ли я стать сильнее, чем есть сейчас? Смогу ли я быть настолько же сильным, как мой отец? Да. С Каспаром. Даже не знаю, как это комментировать. Грустненько, да? И видно, что ему тоже... Несмотря на то, что он как бы... Несмотря на то, что на самом деле было с его отцом, но то, что он типа все-таки поддерживал не ту сторону. В конечном итоге он поступил все-таки правильно. Ладно. Идем дальше. Следующие вылазки. Рея сама пойдет вместе с нами. Действительно ли будет все в порядке? Она жила в заключении на протяжении долгого времени. Было бы лучше, если бы она не делала нечто настолько безрассудного в данной ситуации. Это ее собственный выбор. Или же... Я согласен с тобой. В этой Фодорре есть люди, которые требуют защищения для Рея. Они еще есть. В этой Фодорре все еще есть очень много людей, кто ищет помощи, спасения от Реи сама. Поэтому ради них мы должны постараться, чтобы Рея сама не была поставлена под удар. Что с тобой? Шамбала, значит? Я больше боюсь... Да, я больше боюсь из-за того, что это место так близко к территории Горнелии. Кто бы мог подумать, что база таких опасных и жутких ублюдков находится так рядом от нас. В следующем я надеялась, что мой старший брат тоже пойдет с нами в следующем сражении. Но брат сказал, что я сама смогу представить семью Горнелии в этом сражении без его помощи. Но я рада, что он меня признал. Но я бы не хотел, чтобы он... вот так быстро меня выкидывал, что ли. Короче, наконец-то он дал ей пинок под зад. Пошла работать, хватит сидеть на жопе. Так, листья. Те, что скользят во тьме. Наконец-то. Наконец-то мы узнаем, кто эти люди на самом деле. они ставили эксперименты надо мною, моей кровью и кровью моих товарищей. Может быть, Эдельгард тоже была мною. Эдельгард тоже была одной из их жертв. невозможно, так и было. не знаю, какова их... Нет, не знаю, каковы их истины и намерения на самом деле, но... Я не прощу их ни за что. Я уничтожу их всех. И сотрусь с лица земли. Ну да, ну да, кстати. Первый сюжет Эдельгард мы же... Она нам рассказала про это. Так что, да. Ну, по сути, эта сюжетка, по-моему... Да, действительно, идет на несколько месяцев дальше, чем предыдущая. Так что, действительно, у нас прямо тут дополнительные главы после конца войны. Я очень рада что с Реейсом все в порядке. Но мой брат все еще продолжает беспокоиться о состоянии Реейсома. Само собой, я тоже беспокоюсь. Я даже себе представить не могу, как бы я находилась бы в таком опасном месте, как она. А то есть, я и Клода-сан не могу 休иться, но если бы не было, то, что мне действительно стоит все оставить в ваши руки, учителя и Клода-сана, а самой отдохнуть как следует. Да, стоит. Но она аж не хочет. Ну, Катюша. Нуар, твоя любимица. мы смогли спасти Реюсома. И я не могу не радоваться этому. однако, мы также узнали о существовании нового врага, который может навредить Реюсома. со временем, еще чуть-чуть нужно для того, чтобы мы смогли создать тот мир, который Рея сама желает. И ради этого я и сражаюсь. ну, с ней все понятно, она как бы все ради Реи. Фу, не-не-не, Татьяна, Татьяна. Татьяна, для нее Рея сама архиепископ как раз-таки очень много сделала. Поэтому она ей действительно очень предана, как ты видишь, прямо очень. Адрастея-тейкок 1185-го нен-но-рекси цуи-ни-сю-сиф га-утарет империя Адрасте, которая насчитывает 1185 лет своей истории. Им наконец-то пришел конец. Неплохо. Однако однако наследие Фресберг еще не полностью уничтожены. Да, я напомню. В японской версии фамилия Эдельгард Фресберг, а в английской версии Эршвельг. Так что я не ошибся. Просто я прочитал так, как мы написали на японском. Причем непонятно, почему они так поменяли это. Мы уже говорили. потому потому Фресберг нормально вроде в чем проблема была так перевести. Эдельгард когда Эдельгард воссел на трон других легитимных наследников на троне не было. Эдельгард не связан с воссел на трон она сказала, неважно какая у тебя кровь, если ты достойный хотя нет. И она сказала когда воссела в трон что неважно какая у тебя родословная при условии что ты достаточно хороший достойный человек ты можешь взять на себя трон то есть короче передача трона теперь после Эдельгард будет не по наследству а по твоим качеством и крути и она действительно была серьезна и она и ну как бы то ни было теперь у меня в груди образовалась дыра которая будет пустой и не заполнится ничем какое-то время о господи о господи а фума окей я неправильно видно прочел поэтому не понял империи больше нету и я в бригит вернуться могу однако сейчас не время для этого я не могу этого сделать слишком рано возвращаться домой ради всех ради фодра ради ради фодра спасения от зла господи как же она говорит все-таки скучек вообще дабы спастись от зла мы должны одолеть его я буду сражаться до конца о господи петро следующий враг с которым мы будем сражаться это товарищи солона ты помнишь как при нашей последней встрече солон назвал нас точнее вы помните эээ я не помню так первое у нас это зоку что можно перевести как какое-то много как можно воры предатели скорее всего воры ну или предатели дальше кем оно звери ну это легче всего и насекомые по-моему звери или что-то подобное потому что ну воры я не помню такого насекомые насекомые это кое-кто другой так называют наших героев в другой игре в мэри дилетина так называют их всех второе так что тут только первый вариант верно он назвал нас зверьми салон покрыл кем но дай он не саги с миз корон кутова кю сай садо идти маста но несмотря на то что солон назвал нас но несмотря на то что солон назвал нас зверьми он смотрел на нас сверху вниз он также сказал что он является спасителем что именно он что именно они делают для того чтобы кого-то спасти вообще но он конечно хам последний разговор а нет стоп еще третий этаж если честно мне действительно очень страшно вступить в бой с неизвестными но если скрывается где-то какая-то сила что явно настроена враждебно к нам у нас нет иного выбора кроме как дать им бой давайте своими руками защитим будущее Фодры окей так и последние трое риа похоже что на свободе еще находится какой-то враг и риа сама еще не восстановилась полностью сэнсээй риа риа не амарин мури соседа мэ дискар не учитель вы там смотрите не переутруждайте рейсама так где там моя веревка риа риа пожалуйста воздержись от того что беспокоит я из-за того что она на протяжении долгого времени находилась в заключении ее физическая сила сильно упала и было бы лучше если бы она все-таки воздержалась от того чтобы отправиться составить вам компанию в следующем бою однако что важнее я слышал что наш враг следующий это неизвестная личность которая была враждебно настроена к нам еще с давних времен я хочу чтобы вы защищали ее во что бы то ни стало прости если я слишком грубо выражаюсь я ничего такого не имею ввиду понятно и эмануэла эмануэла вернулись вернулись обратно в столицу хоть некоторые люди все еще числятся пропавшие без вести но меня радует тот факт что кто-то уже начал собираться вновь некоторые даже спрашивали у меня не хочу ли я снова выйти на сцену не надо мне пришлось им отказать так как старые певицы нет места в новой эре дорогу молодым да так ну все это заняло сколько час половины нормально так ну все тогда идем фармить собственно те кто смотрит записи продолжение следует следующую запись вы увидите уже сюжетное задание я выкину этот фарм потому что там ничего интересного а те кто смотрит на стриме погнали фармить так что вперед ходит на стриме допустим есть такое второе вас далее удлин далее Продолжение следует...